всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу ангел господень преграждает путь валааму валаам встал поутру оседлал ослицу свою и пошел с князями мавицкими и всплывал гнев божий за то что он пошел и стал ангел господин дороге чтобы воспрепятствовать ему он ехал на ослице своей с ними двое слуг его и увидела ослица ангела господня стоящего на дороге с обнаженным мечом в руках и своротила ослица с дороги и пошла на поле а валаам стал бить ослицу чтобы возвратить ее на дорогу и стал ангел господин на узкой дороге между виноградниками где с одной стороны стена и с другой стороны стена ослица видев ангела господня прижал их к стене и прижала ногу валаама к стене и он опять стал бить ее господин опять перешел и стал в тесном месте где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою, и отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня, вот уже третий раз. Валаам, сказал ослица, за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь уже убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которую ты ездил сначала до сего дня, имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, пал на лицо свое. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова